Константин Ушинский И пристала к деду. Не хочу с Машкой жить, вези ее в лес, в землянку. Пусть там придет, больше напридет. Совсем заела мужика злая баба. Нечего тому делать. Запряг он телегу, посадил Машу и повез в лес. Ехали, ехали и нашли они в лесу землянку. Жаль старику дочери, да делать нечего. Дал он ей огниво, кремешок, труд и мешочек круп. И говорит, огонек Маша не переводи. Кашку вари, избушку припри, а сама сиди да приди. Завтра я приеду тебя проведать. Попрощался старик с дочерью и поехал домой. Осталась Маша одна. Весь день прила. А как пришла ночь, затопила печурку и заварила кашу. Только что каша закипать стала, как вылезла из-под полумышка и говорит, дай мне, красная девица, ложечку кашки. Машенька досыта мышку накормила, а мышка поблагодарила ее и спряталась. Поужинала Маша и села опять прясть. Вдруг в самую полночь вломился медведь в избу и говорит Маше. А ну-ка, девушка, туши огонь, давай в жмурки играть. Вот тебе серебряный колокольчик, бегай да звони. А я буду тебя ловить. Испугалась Маша, не знает, что ей делать. А мышка вылезла из-под полу. Вбежала девушке на плечо. Да в ухо и шепчет. Не бойся, Маша, туши огонь. Полезай сама под печь, а колокольчик мне отдай. Машенька так и сделала. Стал медведь в жмурки играть. Никак мышки поймать не может. А та бегает да колокольчиком звонит. Ловил медведь, ловил. Разозлился, заревел. И стал поленями во все углы швырять. Перебил все горшки и миски. А в мышку не попал. Пристал, наконец, медведь. И говорит, мастериться ты, девушка, в жмурки играть. И ушел. Поутру баба сама посылает деда в лес. Поезжай, посмотри, много ли твоя маршрутка наприла. Уехал старик, а баба села у окна и дожидается, Что вот-вот где приедет, дед и Машуткины косточки в мешке привезет. Сидит баба час, другой, слышит, что-то по дороге из лесу тарахтит. А шавка из-под лавки тяф-тяф-тяф-тяф. Со стариком дочка едет, стадо коней гонит, ввоз добра везет. Крикнула баба на собачку. Врешь ты, шавка! Это в кузове Машуткины косточки гремят. Но заскрепели ворота, кони на двор вбежали, А Маша с отцом сидят на вазу. Полный ввоз добра. Почернила тут баба от злости и говорит. Эка невидаль какая! Вези мою дочку в лес. Моя Наташка не твоей Машки чета. Два стада коней пригонит. Два ввоза серебра привезет. На другой день отвез дед бабину дочь в землянку И снарядил ее в семь, как и свою. Наташка развела огонь и заварила кашу. Мышка выглянула из-под полу и просит. Красная девица, дай мне ложечку кашки. А Наташка как крикнет. Ишь ты, гадина какая! Еще каши захотела! И швырнула в мышку поленьем. Мышка убежала, а Наташа села, Всю кашу сама приела и легла спать. Самую полночь вломился медведь в избу. А ну-ка, девушка, давай в жмурки играть. Вот тебе колокольчик, бегай да звони, А я буду тебя ловить. Взяла Наташа колокольчик и стала бегать. Да куда? Коленки трясутся, рука дрожит. Колокольчик бестолку звонит, А мышка из-под полу отзывается. Злой Наташке избитой быть! На утро баба посылает старика в лес. Поезжай, говорит, гони коней, Вези серебро. Уехал старик, а баба села у ворот И дожидается. Вот затарахтела по дороге из леса, А собака из-под ворот. Тяф-тяф-тяф! Хозяйкина дочь едет, Охает да кричит. А пустой воз тарахтит. Швырнула баба собачку поленом. Врешь ты, шавка, Это серебро в сундуках звенит. Подъехал старик с Наташкой, И на силу-то ее с пустого воза сняли. Завыла тут злая мачеха, Да делать нечего. А Машенька скоро потом За хорошего молодца замуж вышла.